Здравствуйте, дорогие слушатели! Во-вторых, мы не хотим, чтобы нас всех задержали как организаторов массового мероприятия по распространению коронавируса. Поэтому, да, спасибо. Спасибо всем носящим. Спасибо организаторам, имеющим смелость в это время все-таки что-то организовывать. Я рада возможности еще раз поговорить про пинкера. И все-таки действительно, раз уж у нас нет модератора, задающего вопросы, и мы предоставлены сами себе, то я бы хотела начать с вопроса такого, который мою научно-редакторскую душу, конечно, тревожит. Как вам была научная редактура? Хорошо. Как долго вы над ней работали? Сколько дедлайнов вы пропустили? Вы любили ли вы пинкера за это время, так как он заслуживает быть любимым? Подождите, получается, что это такой клуб анонимных научных редакторов. Не очень анонимных, да. Здравствуйте, я Кирилл, я научный редактор. Ну да, то есть я пропустил четыре дедлайна. Ага. Так, ну что ж, я не считала, сколько их было, но я помню, что перевод книги еще тогда не законченный, начал мне поглавно поступать летом 2018 года, и, соответственно, книга вышла вот уже в 20-м или в 21-м уже она была у нас опубликована в 21-м. Ужас какой. Конечно, не все эти задержки я могу приписать себе, но значительная часть их была потому, что я, да, взялась все это научно редактировать. Мне было очень интересно, вам было очень интересно, ведь правда? Ну, местами да. Ну, смотрите, ваша книжка по объему гораздо меньше моей. Я не заметил. Ну как, ну вот смотрите, вот давайте, давайте сравним. Ну что вот вы так сразу, да, на что вы намекаете, что как бы вы лучше поработали, получается? Нет, что вам было стыднее пропускать дедлайны, чем мне. Я стараюсь свое чувство вины как-то за ваш счет немножко утишить, это же понятно. Смотрите, у нас с вами автор настолько плодовит, что пока мы разговариваем, он же выпустил еще одну книгу. И, насколько я понимаю, есть уже некоторые разговоры о том, чтобы ее тоже на русский язык перевести. Книга называется «Rationality», «Рациональность» или «Разумность», «Рассудочность». Как еще? Пока ее не перевели, можно на самом деле фантазировать. Скажите, а вам ваш заголовок нравился в русском варианте? Вы как-то с ним одобрили его? Потому что у меня были тут тоже душевные муки. Ну, в моем случае, поскольку книжка называется «Enlightenment now», то, в принципе, просвещение продолжается, мне кажется, вполне адекватный такой динамичный перевод, потому что здесь акцент все-таки у Пинкера не на слове «просвещение», а на слове «now». И поэтому нужен был какой-то, мне кажется, явно глагол, который показывал бы, что что-то происходит прямо сейчас. А то, что это некоторая отсылка к апокалипсису «now»? Ну, апокалипсис продолжается тоже неплохо, в принципе. Если кто-то сыграет в эту игру, то, мне кажется, это нормально работает. А потому что у меня были всякие, как я сказала, душевные муки и терзания. У вас непереводимая просто игра слов, что называется. Ой, сколько же мы с этим бились. Опять же, давайте в нашем клубе анонимных научных редакторов, давайте пожалуемся публике. Она ведь для того собралась, чтобы слушать наши жалобы. Как трудно этим всем заниматься. Книга, которой мы, Пинкер, называется «Better Angels of Our Nature». Это цитата из речи Абрахама Линкольна, в которой он говорит, что у каждого человека за плечом стоит два ангела, темный и светлый. Вот есть лучшие или добрые ангелы, которые склоняют нас к добру. А есть эти ангелы запечные, как это называется по-русски, которые нашептывают всякие плохие штуки. И эта идея, эта мысль о темных силах и светлых силах, которые побуждают человека к тому или иному типу поведения, она проходит сквозь книгу. Там есть раздел, который называется «Better Angels». Вот эти самые светлые силы, силы добра, силы цивилизации, просвещение прогресса. И, значит, «Dark Demons», он их называет, «Темные демоны». Это глава, которая посвящена тем предполагаемым или действительно существующим стремлениям к озлу, которые как-то имплантированы, встроены в человеческий мозг, в его сознание. И вот его, значит, подталкивают к тому, чтобы убивать себе подобных и вообще всячески безобразничать. Как перевести этих лучших ангелов, более лучших ангелов на русский язык? Это была действительно большая задача. Я долго носилась с идеей, что Абрахам Линкольн, конечно же, цитирует какой-то библейский первоисточник, что должна быть какая-то фраза из Библии, в которой это все есть. Все Библии мы перерыли. Значит, короля Якова, блаженной памяти, английский перевод наш синодальный. Вот где, откуда он это взял? Не нашли. Если кто-то найдет, я тому богатырю двух лягушек подарю. И еловую шишку, пожалуй. Но пока не нашлось. Я предлагала всякие варианты вокруг ангелов, но издатели говорили, что книжку с ангелами, значит, купит не та аудитория. Решат, что это религиозная какая-то литература, и вообще книжные магазины будут ставить ее в раздел эзотерики. И мы со своим пинкером, значит, пропадем. Поэтому вот эти вот, в результате вот это лучшее в нас, оно осталось. Опять же, не мое дело тут как-то порицать, выбор уже сделан, и книга, слава богу, благополучно распространяется по Святой Руси. Но мне это название кажется немножко таким неопределенным, что ли. Хотя, опять же, чем лучше книга продается, тем больше мне нравится этот заголовок. И я начинаю думать, что действительно маркетологи, может быть, были не совсем неправы. Но вообще, собственно, мораль этой истории в том, что перевод — это тяжкое дело. А научное редактирование, так и вообще. Нам надо всем орден, наверное, давать за заслуги перед Отечеством. Я, кстати, думаю, что... Меня тоже этот вопрос волновал, откуда взялась эта фраза в вашей книге в оригинале. И мне кажется, что это какая-то... Во-первых, в философии это, конечно, большая дискуссия про вот эти человеческие страсти. Это какой-нибудь Мандевиль, простите, это Мадам Смит. Они не использовали саму эту фразу про ангелов, но их страшно... Это просто классическая тема для философии нового времени. И, как ни странно, из дискуссии внутри моральной философии о том, как эгоизм и альтруизм, как зло и какое-то добро и самопожертвование в человеческой природе совмещается, возникла такая вещь, как современная экономическая наука. Это очень увлекательная история, потому что все знают, что Смит был таким сторонником рынка, но для него, по большому счету, торговля была производным от его основного интереса. А основной интерес его как раз касался, как вот добрые ангелы внутри человеческой природы сочетаются с вот этими силами зла. И рынок, как ни странно, и как некоторые современные такие левые критики Смита над ним открыто уже издеваются, рынок у Смита такой магический способ переделывать как бы эгоизм в альтруизм, когда очень много эгоистов сталкиваются друг с другом на свободном рынке, то получается общественное благо, потому что… Наилучшее благо для наибольшего количества людей. Вот, да, совершенно верно. Мне кажется, что на самом деле Линкольн мог взять саму эту фразу из какой-то традиции, очень богатой и сейчас не особенно востребованной американской памфлетистики, потому что во время американской… Это такой протестантизм, конечно, да, это ехать в бесконечные мысли. Вообще есть история про то, насколько сильно на американскую революцию, раннюю американскую политическую традицию повлияла вот такая и религиозная, и просто политическая публицистика, которая сейчас абсолютно забыта. И там, я думаю, этих ангелов водилось изрядное количество, и когда Линкольн это говорил, я думаю, что это все-таки… Что он адресовался этой традицией. Но нам бы это не сильно помогло, почему я так надеялась найти что-то в Библии. Потому что есть переводы, конечно, есть уже устоявшиеся в культурной традиции, обкатанные этим великим морем культуры, какие-то фразы, которые, как такие галечки, красивые, и нам бы прям достались. Но нет, ничего подобного не произошло. А насчет традиции протестантской памфлетистики, я думаю, что действительно вы правы, представление о человеке как об эгоистическом животном идет от Гоббса. Это представление о первоначальной греховности человеческой природы. А как ее преодолеть? Постом и молитвою или трудом и торговлею? Кстати, один из пинкеровских ангелов, это прямо вот здесь написано, это то, что он называет gentle commerce, благородная или мирная торговля, которая превращает врагов в партнеров, то есть живой покупатель выгоднее мертвого противника, поэтому давайте лучше торговать, чем воевать. Сказать, что это неправда нельзя, хотя марксистская мысль, наоборот, говорила, что ради завоевания рынков сбыта ведутся самые кровопролитные войны. Это по прошествии веков идея, кажущаяся теперь немножко странной, потому что если ты там всех поубивал, то кому-то будешь втюхивать потом этот самый свой товар. Завоевание рынков по-прежнему происходит, но происходит более, скажем так, более мирными методами. А на самом деле вот ваша книга по сравнению с моей книгой, раз уж мы так решили их апроприировать, показалось мне, я не так глубоко в нее погружалась, никто не погружается глубже научного редактора и переводчика, но тем не менее, я к ней написала на обложечке небольшой отзыв, она мне показалась гораздо более политизированной, чем предыдущая, к вопросу о памфлетах, о которых вы так удачно начали говорить. Вот это прям вполне в этом русле. Мне кажется, здесь простая закономерность, это он писал в эпоху Трампа, и здесь у него прям действительно, как говорят, подгорает по этому поводу. Здесь есть огромная глава, которая сейчас выглядит довольно анахронистично, хотя, может быть, Трамп еще вернется в американскую политику, но здесь вот есть просто глава, где Пинкер внезапно снимает, он устраивает такой интеллектуальный стриптиз, он снимает с себя вот эту одежду мыслителя, когнитивного психолога, популяризатора науки и просто становится нормальным американским либералом, который пишет 40 страниц о том, что Трамп негодяй, прям по пунктам. Вот. И очень интересно, в смысле, если вам нужно написать какую-нибудь гадость про вашего там какого-нибудь знакомого или соседа или какого-нибудь политического лидера в России, то, в принципе, вы можете брать за образец вот эскападу Пинкера, который он здесь делает. И, конечно, это вообще, мне кажется, что вот если так сравнивать их, когда они рядом стоят, да, то, условно говоря, вот эта левая книжка, она такая классическая, а эта книжка, ну, она как бы развивает эти идеи в контексте вот этого, в частности, ужасного трампизма, потому что про эту книжку я знал про Better Angels, я знал задолго до того, как мы ввязались в историю в научную редактору, и она с этим своим тезисом про то, что есть взаимосвязь между грамотностью, эмпатией и снижением уровня насилия, это один из самых провокационных, мне кажется, тезисов современной социальной науки, то есть что, как бы, да, у нас вроде бы мы можем фиксировать, что насилие снижается, это центральный тезис Пинкера, он вообще в целом за всю его карьеру, мне кажется, самый известный, и я даже хотел вбросить в дискуссию, не случится ли так, что Пинкер станет новым фукуямой, который как бы известен из одного тезиса, и которого все проклинают потом десятилетиями о том, что как там в 2012 году сказал Пинкер, все знают, что это полная чушь, какой кошмар, да. Вот, но как бы это широко обсуждается, эта книга в этом смысле, ну, не знаю, она стала какой-то классикой уже такой подозрительной, вот эти вот ангелы. То есть в... Что же в этом подозрительном? Ну, в смысле, в любая классика, она же как-то странным образом попадает в канон, и, возможно, Пинкер туда попал. Ну, скажем так, он один из влиятельных мыслителей нашего времени. Можно расстраиваться, и, наверное, самому автору обидно, бывает, стать известным по своему единственному, да еще и очень вульгаризованному тезису, но, вы знаете, не так легко вот в эту ноосферу, в этот океан культуры вбросить такую рыбу, которая там поплывет. И кто сумел придумать, считается у дизайнеров, да, высшим достижением придумать такой символ, который из трех точек можно составить, и он узнаваем на расстоянии. Вот там, опять же, свастика, там, этот самый серп и молот, там, этот самый, какая-нибудь ини-янь. Это вот такие великие единицы дизайнерской мысли, потому что их издалека можно узнать, их любой может нарисовать, ребенок может нарисовать их на стене, и часто это делает. Так вот, вот такую же простую и непрошибаемую интеллектуальную конструкцию может создать не каждый, и да, за это тебя берут в классике, кого попало, не берут в замминистры. Значит, кто попало, не формирует интеллектуальный пейзаж эпохи. Это правда. А что касается, вот, примера с Фукуямой, да, который обманул нас Фукуямой, нет истории конца, который уже в частушку попал своим концом истории, он, бедный, тоже объясняет, что он вообще не про то, совершенно говорил, не про то, что время остановится, не про то, что настанет золотой век, а про то, что на самом деле все большее количество социумов будут стремиться хотя бы подражать некому определенному западному либеральному устройству, даже отрицая его, все равно отрицая его, отталкиваясь именно от него, но ему подражая в своем образе жизни. То есть, что все, грубо говоря, захотят себе там айфона и голливудского фильма, и соответствующего уровня потребления, и соответствующего типа потребления. Так ли он неправ оказался? То же самое с Пинкером. Я теперь уже начинаю опасаться, что снижение насилия – это фраза, которая воспринимается абсолютно неправильно, потому что люди, когда им говоришь снижение, они слышат исчезновение, конечно же. То же самое со снижением рождаемости, то же самое со старением населения. Говоришь людям, рождаемость снижается, они слышат, мы все умрем. Говоришь людям, значит, социум становится более… население стареет, о, стареет. Со стариками что происходит? Они же стареют, стареют, а потом помирают. Значит, с нами со всеми так будет. Вот так все и вымрут, никого не останется. Это очень раздражает, но на самом деле раздражаться тут нечему, потому что таково человеческое восприятие. Поэтому я в последнее время предпочитаю говорить не снижение насилия, а трансформация насилия. Это как-то, во-первых, больше привлекает внимание… Раньше били палками, а теперь бьют, ну, не знаю, например, электрошокерами. Раньше били палками, а теперь пишут гадости в Твиттере. Это трансформация насилия. Но, значит, раньше там расстреливали по подвалам, а теперь запрещают из дома выходить, чтобы вы не заразились, потому что ваша жизнь обладает большой ценностью. Это насилие? Еще бы не насилие. Вот хочешь выйти, они пускают тебя. А вышел без спроса, оштрафовали. Насилие? Ага. Значит, это вот пресловутая железная няня, о которой мы сейчас тоже начинаем много говорить. Новый тип властвования, новый тип ограничений, под предлогом, не то чтобы даже под предлогом заботы о человеке, а действительно потому, что жизнь стала ценной. Но эта жизнь тебе не мила станет, настолько тебе ее будут охранять. Это тоже правда. И это тоже, в общем, из Пинкера следует. Он же не пишет, что народы, раз припозабыв, в единую семью соединятся. Это не его прогноз. Я надеюсь, что вы в этом тоже убедились в ходе работы над этой своей книгой. Кстати, насчет разоблачительной главы о Трампе, тут, да, я слушала с печалью. Трамп очень повредил российскому... Просто повредил. Трамп повредил, да. Вот опять же, давайте я тоже буду Пинкером, от него ужасно много вреда. Трамп очень повредил России и российскому интеллектуальному классу. Он своим присутствием продемонстрировал, какими малоприятными могут быть западные интеллектуалы, когда дело доходит до дела. Я помню, как меня это впервые поразило. Это произошло непосредственно в ночь, ну или по-нашему раннее утро избрания его в 2016 году, когда я, вернувшись из американского посольства, где, значит, все собрались наблюдать за итогами выборов, прочитала статью в Нью-Йоркере ее главного редактора, известного, значит, Дэвида Ремника. И эта статья была, ну такая, газета «Не дай бог». И вот читаешь это из «Заснеженной России», думаешь, батюшки, зачем же вы так себя ведетесь-то? Вы же вроде интеллектуалы, еще вчера назывались, претендовали там на что-то, на какую-то взвешенную позицию, на что-то еще в этом роде, на объективность. А тут вдруг пишете такую, ну прям вот листовку на стене. И пока вроде вас опять же расстреливают неволокут, не то чтобы что-то такое происходит, что объяснило бы или оправдало бы такого рода кульбиты. Ну, в общем, стало грустно. И дальше продолжало быть грустно на протяжении последующих лет. Сейчас вот уже Трампа нету, выяснилось, что как-то и без него проблем хватает. Но, тем не менее, это останется некоторым темным следом, боюсь, в истории западной мысли. Даже не мысли, а вот этого, так сказать, публичного поведения публичных интеллектуалов. За этого мы Трампа не простим. Зачем он? Вот зачем он появился и все вот это выявил? Мне кажется, одним из персонажей таких наших вымышленных друзей, с которыми мы постоянно ведем диалог, или на который мы показываем в последнее время, является так называемая общественная атмосфера. Вот мы здесь сидим, значит, мило общаемся. В целом, видно, что мы довольно образованные люди и книжки читаем, и даже иногда их научно редактируем. Но потом кто-нибудь вспоминает и говорит, а вы посмотрите, общественная атмосфера-то у нас какая. Вот. И все начинают, ну, грустить, в принципе, справедливо. В этом контексте, мне кажется, очевидная претензия к чтению Пинкера и к изданию, кстати, Пинкера в России заключается в том, что все то, что он пишет, это, в общем, не про нас. Что Россия то ли такая аномальная страна, то ли попала в какой-то опять исторический провал, то ли вот Советский Союз, как некоторые считают, все еще не распался до конца, и поэтому мы как-то, ну, у нас такая судорога в какой-то нашей политической ноге происходит. Да, значит... Причем в отрезанной политической ноге, что особенно неприятно. Да, конечно, фантомная боль, да, в отрезанной политической ноге. Вот. И когда мы читаем вот эти все такие глобалистско-американские штуки, то мы понимаем, что, ну, в принципе, это мило и немного нас касается, потому что в России, да, есть какие-то, ну, прогрессивные изменения, очевидно. Меня очень тронуло, как на одном ультраконсервативном проекте православном надо было написать какие-то гадости про геев, и они не знали, как правильно их называть. Они писали, ну, вот они очень-очень-очень плохие, но кто они, кто они? Я просто знаю, как они бы их раньше назвали, да? А сейчас как-то неловко. А сейчас они пишут, они пишут ЛГБТ. ЛГБТ очень плохие, нам очень не нравится. Я думаю, они еще немножко начнут ЛГБТ плюс писать, и тогда, тогда будет совсем, совсем прогрессивно. Вот видите, как же, как же отрицать прогресс нравов, когда он проникает даже в самые темные углы вселенной. Да, это, да, это прям реально вот сайт «Русская линия», она меня очень до слез тронула, что все-таки там даже какой-то прогресс и толерантность, она развелась. Но все же, да, у нас вроде как, ну вот у нас новости какие у нас, смотрите, понятно, что Пинкер говорит про статистику, но вот у нас главная новость последнего месяца это саратовская тюремная больница, да, и там с насилием все в порядке, и хотя как бы один факт ничего не опровергает в статистике, в большом и светлом мире, куда мы все идем, да, все-таки есть ощущение, что возможно для России Пинкер не очень актуальный мыслитель. Я рада, что до этого дошло, потому что любая дискуссия о снижении насилия или даже его трансформации неизбежно упирается в то, что, как вы можете это говорить, значит, вот у нас там в Челябинске за гаражами такое творится, никакому Пинкеру не снилось. А вот была новость, а вот, значит, один мужик убил одну бабу или даже нескольких, а вот, значит, обидели котенка и сняли это на видео, хорошо ли это. Смотрите, с одной стороны хочется в этот момент обидеться и сказать, вы не понимаете, что такое тенденция, вы не понимаете, что такое снижение или рост, с другой стороны обижаться глупо, а надо, как мне кажется, это дело объяснять. А ни Пинкер, ни кто другой не описывает этот процесс как линейный и тотальный, занимающий всю поверхность Земли или как, так сказать, движущийся неостановимыми последовательными шагами. А, кстати говоря, по поводу пророков грядущего рая, которых опровергали последующие события, у него там целая главка этому посвящена. Значит, вот он называет одного из своих предшественников, вот прочитайте и узнаете, кого именно, который как раз перед Первой мировой войной в Германии написал работу о том, что и Пинкер в честь него называет это цивилизационным процессом, прогрессом цивилизации, вот этим самым изменением нравов, которые выражаются в том числе в таких мелких вещах, как там застольные манеры, там опрятность, соблюдение приличий людьми на глазах друг друга и говорит, что это постепенно приведет к исчезновению массовых войн. Ну вот он это пишет там типа в 911 году или даже несколько позже. И он говорит, что Пинкер уже говорит, что да, вот я понимаю, как теперь все это выглядит, но он все равно оказался прав. Он все равно оказался прав, тенденция, которую он выявил, существует, и то, что после этого случились две самые кровопролитные войны, хотя Пинкер бы не одобрил называния их самыми кровопролитными в истории человечества, они самые массово смертные по головам, но не по процентам убиенного населения. Так вот, несмотря на это, все равно длинный тренд, он продолжается. Что еще, мне кажется, важным сказать? Мы тем больше обращаем внимание на какие-то безобразные происшествия, чем больше они выламываются из того, что мы считаем нормальным. Понимаете, не то удивительно, что талибы отрезали голову баскетболистки. Удивительно, что мы а, об этом знаем, б, нас это возмущает, и мы как-то беспокоимся по этому поводу, и ц, что еще удивительнее, сами эти бедные талибы вынуждены говорить, что это не то, чтобы они, это вообще было давно, а может и неправда, и вообще это какой-то инцидент, мы такое не поддерживаем. Вместо того, чтобы сказать то, что они должны были говорить все предыдущие долгие века человеческой истории, ну да, а что тут такого-то, что плохого, правильно сделали, еще дальше будем делать. То есть, когда норма меняется, выпадение из нормы привлекает внимание. Когда она, так сказать, соблюдается, этого никогда никто не замечает. Кроме того, вот у Пинкера среди его добрых ангелов есть грамотность. Одно из следствий грамотности, это информатизация, одно из следствий информатизация, это информационная открытость. То, что происходит и происходило, можно не сомневаться, годами, десятилетиями в этой самой саратовской тюремной больнице вообще в системе ФСИН не попадало на свет Божий. Об этом никто не знал. Об этом знали те, кто непосредственно в этом участвовал, а даже по нынешней статистике, как сообщают нам правозащитные организации, работающие с заключенными, до 70% всех обитателей нашей системы ФСИН не имеют связи с внешним миром, то есть даже через родственников у них никого нет. Представляете себе, да? То есть не то, что там адвокаты, опять же, правозащитники, журналисты, а вот мама есть, если она будет приходить, пока она жива. Если мамы нету, то значит не будет, никто не будет. То есть что происходит с этими людьми, знают только сами эти люди и все. И система об этом тоже в курсе, поэтому она чувствует себя чрезвычайно спокойно. То есть если с этим человеком что-то случится, то это будет только их книги, приходно-расходные и все. Как только туда начинает светить великий свет публичности, вылезает вот это вот. И мы говорим, батюшки, что же у нас тут творится? Дальше система вынуждена реагировать, как-то суетиться, она суетится весьма по-разному, то информатор объявляет в розыск, то проверку пришлет, то значит к сердцу прижмет, то к черту пошлет. Но какие-то движения надо. Производить тоже нельзя уже сказать, а что такого? Какой-то там один бедный журналист, который решил задать вопрос в этой провокативной форме и спросить, а что такого? Может, так и надо. Подвергся тоже выдающемуся общественному осуждению. Он говорит, да ты что, тебя бы шваброй и прочие приятные вещи. Пришлось ему в свой адрес услышать. Это показывает нам эту самую изменившуюся норму. Я не очень вижу, чем здесь Россия особенно выпадает из общей тенденции, кроме того, что мы бедная страна, мы бедная страна. И в связи с этим или параллельно с этим мы страна по-прежнему с высоким уровнем насилия, опять же, значит, высоким, высоким для нашего уровня развития. У нас есть своя странность. Это, кстати, воспринимают как естественно, а это на самом деле странное. По нашему уровню урбанизации, индустриализации и грамотности у нас должна быть и система управления бы другая, и граждане, в общем, должны вести себя немножко иначе. Вот это вот недостойное правление имени Владимира Гельмана, политолога, оно не так естественно, как может показаться. Оно пытается представить себя естественным и сказать, да тут всегда такое, это наша традиция, это наша скрепа. На самом деле, если приглядеться, еще раз повторю, что-то необъяснимое такое в этом проглядывает. Мы по тому, какой мы социум, по нашим основным социальным характеристикам, должны были бы жить несколько иначе. И бедность у нас какая-то тоже не то чтобы полностью объяснимая. И вот этот вот наш уровень администрирования и уровень насилия, вот эти три, параметры не соотносятся с целым рядом других вещей, с целым рядом других наших параметров. Если мы пройдем вдоль полки с социальными, с книгами о социальных науках, то, наверное, процентов 70-80 из них будет критическими. Это понятная история, плохие новости всех гораздо больше интересуют, чем хорошие. Пинкер тоже об этом пишет. Вот этот эффект негативности, так называемое когнитивное искажение здесь работает. Нас плохая информация интересует больше, чем информация, что все окей. В этом смысле Пинкер делает странную вещь. Он выделяется из толпы тем, что он как раз говорит, что все окей. То есть, когда вам очень долго... Опять же, кроме Трампа. Трамп не окей. Но Трамп — это временные чудовищные трудности на пути железной поступи прогресса. Вот. И в этом контексте у меня вот какая в попытках пересечь Пинкера с Россией, у меня вот какая в голову аналогия пришла. Вот у нас тоже ведь есть человек в России, который говорит, что все окей. — Это он на Валдае недавно выступал? — Да. Как вы догадались, да? — Очень убедительный политический философ. — Да, да. — Многим понравилось. — Абсолютно он в новой роли себя пробует, да, и я думаю, что, возможно, скоро будут дебаты с Пинкером на этот счет, да? Вот какой у нас такой основной нарратив сейчас на уровне, ну, у нас нет вроде как какой-то явной государственной идеологии, то есть она какая-то очень размытая и такая какая-то нервная, но если предположить, что она есть, то она состоит примерно в следующем. Раньше было все плохо, нестабильно, были перегибы во времена советской власти, великие геополитические катастрофы, потом ужасные 90-е, а потом пришли мы, и все стало гораздо лучше. В этом контексте я, наверное, хочу предложить странную тему для дискуссии, о чем Пинкер отличается от Путина. У него прическа лучше. Ну, это справедливо, но я думаю, что наши имиджмейкеры, они как бы способны справиться с этой задачей, то есть если, ведь Владимир Владимирович поздравил сейчас победителей по чемпионату мира по Доте 2, я думаю, что он готов ради обновления и долголетия какого-то политического и прическу поменять при необходимости. Интересная мысль. Смотрите, и вопрос хороший на самом деле, действительно. Мне надо будет все-таки стенограмму прочитать, потому что я имею в виду этого валдейского тур де форс, я не могу слушать никого никогда и никакое видео смотреть, извините, поэтому я только читаю, но по счастью для таких, как я, есть сайт Кремлин.ру, который делает стенограммы. Спасибо им. Поэтому я посмотрю, чего там на самом деле было сказано, есть ли в этом, прости господи, нарративе какая-то континуальность, какая-то внутренняя гармония, последовательность, то есть выстраивается ли это в, ну хорошо, не философскую систему, не будем требовать избыточного, но какую-то цельную картину мира. Насколько я понимаю вот эту картину мира, если опять же ее вот так попробовать обрисовать, то да, вы верно ее изложили, ее генезис, то есть было не сильно плохо, не сильно хорошо, были ошибки, потом стало совсем все плохо, потом, значит, после нас. Мы пришли и все исправили. Да, мы все более-менее исправили. Я хочу просто пояснить, в чем еще смысл моей аналогии, если о ней говорить серьезно. Условно говоря, я представляю себе какого-то левого, критически настроенного мыслителя, который говорит, ну Пинкер это как же представитель, ну правящей элиты как бы, да, глобальной. Ему, понятное дело, все нравится, потому что он сам хорошо живет. Вот он пришел к успеху, он находится у власти, вот Трампа тем более уже нету, и в принципе прогресс теперь не остановить, и такие ребята, как Пинкер, они себя чувствуют все лучше и лучше. У Гаспарова в записях и выписках есть строчка, которую один раз прочитав нельзя забыть потом никогда. Он пишет, в младших классах меня били, в старших не били, поэтому я уверовал в прогресс. Вот это может повторить все человечество на самом деле, и пожалуй, это был бы, это был бы эпиграф к Пинкеру, по-моему, по крайней мере, вот к этой книге, один из наилучших. То есть вопрос состоит в том, не принимают ли люди, которым сейчас живется вроде как неплохо, их собственное благополучие за благополучие всего человечества, в то время как страдающие массы продолжают страдать и ждать. Нет, мне кажется, не совсем такой вопрос. Ну, то есть контекст немного другой, то есть не предполагают ли, что те люди, у которых сейчас все хорошо, они видят для себя какое-то ясное будущее и вообще они на вершине мира и всемирно признанные американские авторы, не предполагают ли они, что, ну, так же, как Владимир Путин в России полагает, что вот как бы та система, которая делает вот так для них, это и есть наилучшая система, полученная в результате трудностей, прогресса, и теперь она прекрасна и более-менее совершенна, и задача в том, чтобы ее как бы сохранить и приумножить. В то время как с другой части спектра говорят, да вы просто привилегированный белый мужчина и надо вас наоборот скинуть всех чертов и матери и заменить ваш дискус. Ну и более того, вы весь свой нарратив выстроили под то, чтобы объяснить, почему вам так хорошо по большому счету. Это вполне убедительно звучит. Confirmation bias, вот эта вот самая, так сказать, ошибка или искажение, искажение подтверждения, криво звучит по-русски, но тем не менее, не заставляет нас подбирать аргументы под уже существующую позицию и действительно оправдывать тот порядок вещей, в котором сами мы как-то худо-бедно или даже хорошо устроились, как наилучшие. Это правда. А Пинкер оперирует большими объемами данных, которые показывают, что не он сам там хорошо кушает, а человечество в целом отошло от кромки голода так далеко, как никогда раньше. Не он сам живет в мирной безопасной Канаде, а в целом люди убивать друг друга стали меньше, реже, менее охотно, и это больше наказуется. Армии не воюют друг с другом, европейские государства предпочитают решать свои конфликты не военным путем, бить и убивать детей уже как-то не так, чтобы принято, а когда кто-нибудь это делает, то потом старается все-таки скрыть. Это обстоятельство, не похвастаться им, как раньше. То же самое касается погромов, этнических чисток, угнетения женщин или жестокости по отношению к животным. Вот эти вот действительно большие тенденции, они касаются не только Первого мира, не только благополучных стран и не только хорошо в них устроившихся белых мужчин. Переходя к валдайскому нашему философу, тут тоже можно сказать, что если брать эту же большую статистику, то по сравнению с 90-ми, по целому ряду параметров, да, доходы населения росли вплоть до 2014 года, потом, правда, что это произошло, потребление алкоголя снижается, количество убийств на 100 тысяч населения снижается, зато растет количество полицейских на 100 тысяч населения, по которым мы, как известно, чемпионы мира среди больших стран. И заметьте, и кто-то еще чем-то недоволен, как про какую-то общественную атмосферу говорит. Отвратительно. Неблагодарные неблагодарные сволочи просто живут в этой России. Да, не ценят, не ценят своего счастья. Ну, скажем так, никто не мог бы говорить публично и пользоваться успехом аудитории, а также занимать все-таки высокие политические посты на протяжении долгого времени, если бы он не опирался на какой-то сегмент реальности. То есть совсем, так сказать, пребывать в мире иллюзий невозможно. Можно в значительной степени пребывать в мире иллюзий, но какой-то одной своей ногой все-таки стоять на почве действительности необходимо. Одно из скольки? Как у них там, у рептилоидов. Мы не знаем, как это толком устроено. Поэтому давайте отдадим должное там, где, что называется, where it's due, там, где это положено. То есть полностью отрицать правоту даже за теми людьми, которые, может, нам не особенно нравятся, это будет нехорошо и ненаучно. Не любители, опять же, Путина и Пинкера, если мы внезапно тут их как-то между собой сравниваем, они говорят, а вот посмотрите, вот завтра будет, вот, собственно, аргумент Талиба, мы не можем пройти мимо Талиба и мимо его черных лебедей, которые клюют в задницу тех, кто слишком уверовал в позитивное развитие событий. Жареный черный лебедь такую можем композитную метафору по-русски. Это жареный петух, а там будет лебедь, но тоже жареный. Так вот, так же, как и люди, недовольные нынешним политическим положением вещей, говорят, вот будет вам государственный террор настоящий массовый или распад России на части или еще что-нибудь в этом роде, или там война с Украиной с применением ядерного оружия, вот тогда посмотрите, где ваши все эти тенденции, где ваша стабильность, где ваши достижения. Опять же, аргумент Талиба состоит в том, что он обычно ссылается на эту пресловутую рождественскую индейку, видите, все как-то вокруг птиц. У него крутится, рождественская индейка, значит, строит график снижения насилия по отношению к индейкам, и он у нее замечательно растет, пока не наступает Рождество, ее не режут. Пинкер на это отвечает, что неужели правда, что история человечества это вот такая цикличная история, как смена времен года. То есть действительно ли обязательно должно наступать Рождество? Кстати, вот для меня лично один из самых полезных практически разделов этой книги был тот, где он говорит о случайном распределении, о том, что такое на самом деле случайное распределение, и о том, что то, что не было военного конфликта долгое время, не увеличивает вероятность того, что он обязательно настанет. То есть это не какая-то пружина, которая сжимается и потом непременно должна разжаться. Вообще, судя по всему, если я вообще правильно поняла, о чем идет речь, происходит нечто обратное. В социальном пространстве то, что вы что-то делаете, увеличивает вероятность того, что вы это опять сделаете. А если вы долго что-то не делаете, то тем самым вы увеличиваете вероятность того, что вы это не сделаете и дальше. Это очень интересная вещь. Это работает на очень многих уровнях. От регулярных тренировок до попыток бросить курить или опять же войн между странами. Поэтому, кстати, так нехорошо делать плохие вещи, потому что вы не только сделали ее в этот момент, но вы еще прибавили вероятность того, что вы ее завтра опять сделаете или она опять завтра произойдет. У урбанистов это называется теорией разбитого окна. Одно разбитое окно увеличивает вероятность разбитого окна по соседству. Благоустроенная территория распространяет это благоустройство и дальше. То же самое с какой-нибудь государственной пропагандой. Если вы проповедуете варварство, невежество и обскурантизм, то велика вероятность, что это будет расползаться на все более и более широкие слои людей, которые даже не смотрят ваш чертов телевизор, но все равно этим инфицируются. Верно, так же и обратно. Так вот, в этом смысле предполагать, что если долго не было войны, то, наверное, скоро она будет, так же глупо, как предполагать, что ее теперь никогда не будет ни в какой форме. И то и другое это избыточное суждение. Опять же, давайте помнить про разницу между снижением и исчезновением. Кстати, вот по поводу современной войны, то, судя по всему, она действительно происходит в иных формах, чем раньше. Дело не в том, что она совсем исчезла. Пацифисты тут не совсем были правы, но и не совсем не правы. Вот опять же, возьмем какой-нибудь такой классический военный конфликт, совсем недавний армян-азербайджанский. Классика, классика. 19 век, хотя хоть 19-й, хоть 19-й до нашей эры, два соседа подрались за землю. Так было, так есть, и так будет всегда, как поются в нашем гимне. Но посмотрите, как это выглядело. Продолжалось несколько дней. Довольно быстро мировое сообщество решило, что надо туда так или иначе влезть. Поубивали много народу. Кстати, это тоже показало, что такое действительно война между двумя армиями. Не самодельные, всякие гражданские конфликты при всей их ужасности, а вот такое. Там можно за неделю убить 5000 человек и всем норм. Но все же это продолжалось неделю, а не 5 лет, как в предыдущих случаях. То есть, когда-то, некоторое время назад это было названо гибридной войной, той, которая происходит в минимальной степени между живой силой, в максимальной степени в информационном пространстве. То есть, главное, победить в своем телевизоре. Главное, победить в свой нарратив, навязать. Ну, вот это знаменитое соотношение 20% насилия, 80% пропаганды. Для тех, кто попадает в 20%, эти 20 являются 100%. Поэтому им все равно уже, до какой степени изменились методы ведения войн. Но для человечества в целом, наверное, разница тут есть. При этом, опять же, люди типа Талиба подтверждают свои тезисы тем, что провалы в одичании время от времени происходят, причем в таких неожиданных местах. И тут тоже, к сожалению, или к счастью для них, или к сожалению для нас, опровергнуть это и сказать, что этого точно никогда не будет, невозможно. Ну, вот пример, тоже недавний, рядом с нами, и совсем у нас на глазах, это вот эти области Восточной Украины, которые вдруг раз так рухнули в XIV век и находятся там. И вот как бы вот, вот да, стоят те же самые там многоквартирные дома, но только там нет воды и часто нет электричества, нет политической власти, есть какие-то варлорды, которые там правят, кто палку взял, тот и капрал, у кого ружье есть, тот и начальство, абсолютно серая зона, а это были, собственно, есть большие многонаселенные города. Да, вот оказывается, оказывается, бывает и такое. Против этого нет лекарства, и, скажем так, что значит нет лекарства, это можно исправить, это можно исправить, но нет средства, которое вам гарантирует, что этого не произойдет. У меня есть на самом деле, что здесь возражать, но мне кажется, есть еще одна тема, которую мы не затронули, и она меня, пожалуй, больше всего интересует, поэтому я бы хотел оставшееся у нас время частично, по крайней мере, к этой теме подойти. Вот книга, которую я редактировал, она состоит, наверное, из четырех частей таких тематических. В первой части Пинкер рассказывает, что такое просвещение, почему это классная штука, и как она улучшила нашу жизнь. Нет, так получается, три части, но неважно. Во второй части Пинкер рассказывает, кто такие враги просвещения, мы уже знаем одного, его зовут Дональд, как утенка, а также это марксисты и консерваторы. Они все вместе как бы очень мешают Пинкеру заниматься просвещением. И тут много вопросов по поводу того, в чем именно марксисты провинились, не только марксисты, но и вообще все представители левой критической тюрьмы. А они пишут гадости в Твиттере и отвлекают профессора от просветительской деятельности. Тут есть некоторое уравнивание вот этих врагов просвещения. Вообще, когда у вас начинается список такой враги просвещения, да, и дальше Пинкер начинает ожесточенно напечатать фамилии, это вызывает некоторые вопросики, что называется. Там прям с фамилиями я как-то не согласен. Конечно, конечно. Ну, там Руссо, например, там, не знаю, вот враг. А Руссо и правда? Да. Я бы его тоже внесла. Да, ну и современные всякие. А, то есть есть и живые. Есть, есть, да. Ладно, прям как партия яблока. Ну, критическая теория, да. Да, вот. А потом, собственно говоря, после того, как... Да, четыре части такие получаются. Значит, Пинкер объясняет, что такое просвещение, что оно нам дало. У нас здесь много статистики, спасибо ему за это. Кто такие, кто мешает просвещению и что мы должны делать дальше. И вот в той части, где Пинкер отвечает на вопрос, что мы должны делать дальше, он говорит, да, то же самое, что и раньше. И, соответственно, есть некоторые сомнения у самого Пинкера, что это, ну, как бы убедительный ответ. И поэтому он говорит, вот многие говорят, что есть, например, экологическая проблема. Ну, конечно, она есть, но мы еще улучшим наши технологии. Экологическая проблема, то есть новые технологии дадут нам более современные решения экологических проблем. И в целом все будет отлично, другого пути у нас нет. На этом, в этом сценарии есть, на мой взгляд, одно крайне сомнительное место, где не про экологию сейчас уже речь, которое в том числе упирается в вопросы про современные политические режимы с точки зрения такой замечательной вещи, как цифровая слежка. Пинкер, кажется, этой темы вообще не касается. То есть он рассказывает про снижение насилия, но не рассказывает про уйгуров и про Москву, где как бы насилие снижается, в том числе потому, что в целом никакой прайвеси ни у кого не осталось. И вроде как это вообще как бы небольшая проблема. Если наша задача снизить насилие, то, конечно, камеры с функцией распознавания лиц это очень полезная вещь, она действительно помогает. Я слышал ужасные истории, что теперь футбольным болельщикам негде подраться. Вот, и они вынуждены уезжать в лес как бы для того, чтобы выяснить, какой клуб мощнее. И согласитесь, это какая-то жалкая история. Может быть, деградация и распада каких-то основных базовых ценностей спорта. Вот. Короче говоря, мне кажется, что... Ну вот я приведу просто аналогию, потом, собственно, задам тот вопрос, который меня больше всего беспокоит. Или приведу ту тему. Вот в 45-м году все книги про военную стратегию, они обнулились. Почему? Потому что появилось оружие, при помощи которого, а, вы можете уничтожить всех ваших врагов и весь мир, б, если у ваших врагов тоже есть это оружие в достаточном количестве, то они могут заодно уничтожить и вас. И в этой ситуации воевать вот так, как это было принято во времена Аклоузевица, ну как-то вот больше не получалось. Отсюда вся эта потом логика гибридных войн и конфликтов, вынесенных еще раньше, конфликтов, вынесенных в какие-то регионы мира, где ядерного оружия нет. Вот. Как бы позитивный тезис заключается в том, что люди с 45-го года, после того, как американцы дважды это сделали в течение нескольких дней, мы ядерное оружие для военных целей никогда не применяли. Есть некоторый такой фэнтезийный заход, он мне не очень нравится, но для развития воображения интересно. Может оказаться так, что мы просто живем в том мире, где люди не применили ядерное оружие. Ну, как бы, грубо говоря, есть такая мультивселенная, да, и, например, в 99% миров ядерное оружие применено, и мы все умерли просто, и поэтому, собственно, то есть умерли наши родители, и поэтому, собственно, мы не можем обсуждать, как просвещение продолжается. Но тот факт, что мы не умерли, означает, что, ну, естественным образом, что ядерное оружие не применено. Ну, вот, как бы, последовательно. И, как бы, что важно в этой истории, что после 45-го года мир в действительности изменился, в нем стало меньше насилия, но, кажется, гораздо больше рисков, потому что во времена наполеоновских войн даже самые оголтелые политические лидеры идеологии не могли уничтожить весь мир. А сейчас у нас есть такая возможность. Да, и как бы, мы ей не пользуемся, ну, потому что мы вот очень гуманистично и просвещенчески настроены, вроде бы. Так вот, для меня, короче говоря, самый большой изъян в этих рассуждениях заключается в том, что Пинкер как бы исходит из того, что какие бы новые технологии не появлялись, человеческий мир и мир политических отношений и мир продолжающегося просвещения, он, а, всегда более-менее будет таким же, как мы к нему привыкли, б, технологии всегда будут стоять под контролем человека. Чего, мне кажется, Пинкер, он очень слабая глава в моей книжке, на мой взгляд, я чуть-чуть в этом вроде бы разбираюсь, это глава про искусственный интеллект. Искусственный интеллект, который, вот мы сегодня несколько раз шутили, про то, что в Твиттере все ругаются, но в каком-то смысле слова ругаются уже давно не люди или не столько люди, сколько алгоритмы. Вообще, как бы, наша культура это такое поле боя алгоритмов, да, там, алгоритмы Фейсбука дерутся за внимание, за внимание, значит, и деньги рекламодателей, за внимание пользователей, деньги рекламодателей с алгоритмами Твиттера или Ютуба. Вот, и китайские алгоритмы сражаются с американскими, где-то там еще российские тоже на заднем фоне, что там, да, там, сигнал... Подвизгивают. Ну, да, подвизгивают, да. И, как бы, и дальше наша жизнь в искусственный интеллект это не история про разумные машины, это история про то, что, как бы, функции, которые мы в повседневной деятельности реализуем, выполняются при помощи недоступных нам вычислений. Ну, то есть, вам сейчас для того, чтобы читать газеты на любом языке, вам не нужно знать никаких языков. Google-переводчик вполне спокойно справляется. Вам не нужно знать, как устроена Москва, чтобы водить здесь машину. И таких примеров еще очень много. Финансы, здравоохранение, образование, все что угодно, это все алгоритмизировано. И вот мне кажется, что, как бы, история про то, что мы любим нашу науку, любим наши технологии и считаем, что они дадут нам еще больше процветания, еще больше богатства и меньше насилия, это вот именно в этом аспекте полная ерунда. В том отношении, что нам для этого нужно уже сейчас закрыть на ту этическую и политическую дилемму, которая возникает, например, в контексте камер с функцией распознавания лиц, которые повсеместно и без нашего согласия установили в Москве. Этот контекст, в принципе, пинкером просто вообще игнорируется. То есть, это вещи, как бы, не существует во всей этой линии анализа, которая представлена его книгами. То есть, по меркам старого мира наше общество гораздо лучше. Если с каменным веком сравнить вообще отлично, со средневековым супер, с 19 веком замечательно, антибиотики появились, потом интернет, классно. Но как бы все новые проблемы описываются как несущественные и менее тревожные, чем то, что было раньше. Мне это кажется совсем неубедительным. Мне очень заинтересовала мысль о том, что вот эти самые инструменты слежения, это новое ядерное оружие, и что насилие может снизиться между людьми до такой же степени, до какой снизилось количество войн между большими странами, но за счет того, что контроль будет тотальным. То есть, вот это вот оружие полного уничтожения будет присутствовать, и его присутствие будет формировать то, как люди себя ведут. Это, что называется, интересная мысль. Надо ее подумать. Появление ядерного оружия привело к созданию клуба ядерных держав и к появлению Совета Безопасности ООН, который худо-бедно какое-то время держал это равновесие между ними. Каким образом люди будут контролировать эти самые технологии, которые действительно делают не в том, что машины захватывают власть над людьми, люди захватывают власть над людьми, машины нечего бояться, человека надо бояться. То есть, не то, что надо, но можно в некоторых обстоятельствах. Действительно, государства и корпорации в одних политических системах это скорее государство, вдруг это скорее корпорации, получают такой инструмент контроля, которого не было никогда. А вот в той книжке, которая моя, Пинкер говорит о том, что действительно видимость, наблюдаемость, ощущение того, что на тебя смотрят, модерирует наше поведение, заставляет людей, вообще-то говоря, вести себя лучше. Раньше эту функцию выполняла икона в красном углу и вообще вера в то, что Бог все видит, а теперь камера все видит. Твой телефон тебя видит, значит, вот вместо Бога тут либо общественное мнение, которого мы опасаемся, точнее говоря, с которым мы соизмеряемся, чего уж так сразу, снижать благородство наших мотивов, либо государство, которого, да, мы имеем резоны опасаться. Это правда, проблема тут есть. Это как раз вот та самая проблема железной няни, о которой я немножко начала уже говорить. Вот эта трансформация насилия в его иные формы. Я не думаю, что без какого-то, каких-то обстоятельств, которые переломят глобальный демографический тренд на старение и снижение рождаемости, возможен действительно массовый всплеск насилия в старом смысле, но что, грубо говоря, люди будут убивать людей в больших количествах. Я не очень вижу, как бы это могло произойти, кроме вот таких локальных вспышек, потому что, ну, общество с низкой рождаемостью, с большим количеством пожилых людей, это не те общества, которые воюют, опять же, в старом смысле слово «воевать», но для воцарения вот этой железной няни, которую мы сейчас можем самокритично назвать женским типом властвования, контролирующим, опять же, ради твоего же блага, завяжу тебе шарфик, так, чтобы ты почти уже задохся, вот для этого такого рода социума предоставляют наилучшие возможные условия, настолько хорошие условия, что даже трудно себе представить, что бы могло развернуть эту тенденцию, еще раз повторю, человечество количественно не растет, раньше нас пугали перенаселением, теперь пугают депопуляцией, рождаемость снижается, люди при этом живут долго, социумы становятся социумами пожилых людей, опять же, пожилых в понимании предыдущих эпох, жизнь дорога, терять ее никто не хочет, при этом комфорт, удобство ценится настолько, что то, что называли в 19 и 20 веке свободой, и уж тем более то, что называли в 19 и 20 веке приватностью, как-то меркнет по сравнению с этим. Располагать страдания человечества на линейке от худшего к, или точнее говоря, не от худшему к лучшему, а от важных к менее важным, мне кажется морально сомнительным. Да, конечно, продолжаю утверждать, что роковая пропасть пролегает между живыми и мертвыми. Вот тут да. Убили вас или не убили, это очень большая разница. Поверьте мне, я эксперт. Без меня бы вы не догадались об этом обстоятельстве. То есть, то, что люди меньше убивают, это абсолютное благо. Вот тут просто больше сказать нечего. Все остальное, что называется, обсуждаемо. И говорить, что вы там снежинки нового поколения, вы свои страдания из-за плохой реплики в Твиттере ставите на одну доску с страданиями людей, у которых арестовали, отобрали у них имущество и посадили их в тюрьму. Это глупо. Возможно, действительно, там все формы лишения свободы сведутся через некоторое время к домашнему аресту, которому мы и так с вами подвергаемся и считаем, что это правильно, так и надо. Как же с нами-то по-другому? А то мы будем бегать по улице, неразумные создания, накашляем друг на друга и заболеем. Разве можно этого допустить? Поэтому давайте все запрем друг друга в замкнутых помещениях. Это намного лучше, чем СИЗО. Кто бы спорил? Но, опять же, как говорил Гэндальф в другой хорошей книге, каждая эпоха свое зло, и мы отвечаем за свой вид зла, а не за следующий. Вот нам достанется, возможно, вот этот тип зла и этот тип насилия, удушающий, контролирующий, подводящий тебя через ловушку комфорта к тому, чтобы ты сдал о себе все сведения и свою цифровую личность отдал кому-то, кого ты, в свою очередь, контролировать не можешь. Я, как политолог, должна сказать, что вот это и есть вызов для демократии и никого не Трампа, прости господи, на которого они все накинулись, а которого, кроме, так сказать, интертейнмента, никого больше вреда, особенно, судя по всему, теперь за этим числом, понятно, особенно и не было. А вот это наличие неконтролируемых и неизбираемых властителей наших данных, вот это вот жутковато. Но надо будет думать, что с этим делать. Опять же, как говорит часто цитируемый Карл Маркс, если общество задается вопросом, значит, ответ на него уже найден, он где-то есть, он где-то out there, где-то там. А этот ответ, мы его не вычленили еще. В чем он будет заключаться? Что мы придумаем вместе с более юными поколениями? Какую-то новую приватность цифровую мы изобретем? Откажемся от глобальных соцсетей в пользу каких-то своих пузырьков, в которых мы будем общаться. Отречемся от этих телефонов, которые правят нашей жизнью, увидев в них новые браслеты для домашнего ареста, потому что это они и есть. Уже теперь это более-менее понятно. Они за нами следят, они пересылают у нас информацию, нас заставляют делать фотографии, посылать, чтобы, так сказать, удостовериться, что мы соблюдаем этот самый домашний режим. То, что я называю, это такие линейные способы борьбы, это лудиты. Давайте разобьем станок, который лишает нас работы. Это примитивный протест. Будет придумано что-то новое, я не знаю, что. Опять же, количество трупов будет сокращаться, это, судя по всему, правда. А вот пространство свободы, судя по всему, тоже будет сокращаться, или эта свобода будет перепониматься, переизобретаться, как нечто другое? Ну вот меня в этом контексте меня немного беспокоит, что оптимизм Пинкера, он нас как бы с раскрытыми объятиями заводит ровно в ту ситуацию, то есть как бы Пинкер игнорирует те вызовы, которых мы еще не видели, да, и предлагает нам радостно бежать в просвещенное будущее, построенное на технологиях, вперед, заявляя, что это гораздо меньшее зло, чем все возможные альтернативы. Ну он разве техно-оптимист? Он такой гуманитарный оптимист, он считает, что все добро от просветителей, а не от айтишников. Мне кажется, что он считает, что айтишники всегда будут подконтрольны политикам, демократическим политикам и интеллектуалам, это совершенно, ну то есть вот даже эту дискуссию про Facebook какого-то американского монстра, то есть было много всяких готических историй про, значит, американскую готику, да, а теперь главный американский готик, это Марк Цукерберг, очевидно, судя по... Ну надо сказать, что он напрашивается на эту роль. Ну да. Он действительно жутковатый, не в обиду мне будет сказано. Вот в понедельник нас ждет там опять очередное международное расследование, 22 издания, что-то опять нарыли про Цукерберга. Да, и вот сейчас будут публиковать... Вот наконец-то мы узнаем у кого сколько ног. Ну да, ну некоторые считают, что это просто такая пиар-акция, то есть, ну черного пиара, потому что у них там какие-то ежегодные отчеты финансовые у Фейсбука. Но смысл не в этом, смысл в том, что мне кажется, что Пинкер, как бы да, он может быть не техно-оптимист, но он такой, он считает, что техника это нечто ручное, что всегда контролируется людьми. Мне вообще это совершенно ни с чего не следует и по-моему можно абсолютно наоборот видеть в алгоритмизации нечто монструозное при всей симпатии к современным технологиям. Но опять же, это же не техника вышла из-под контроля, не машины поработили людей, а люди порабощают людей. Так что в этом смысле он прав. Техника подконтрольна. Вопрос, кто ее контролирует. И насколько мы социум можем контролировать этих контролирующих. Вот в чем беда. Старая дискуссия в философии медиа о том, является ли техника например, медийной технологией продолжением человеческой природы, как Мак-Люин считал, или она является или техника например, телевидение, изначально разработанное как военная технология разведки и слежения, внезапно стало главным демократическим институтом с 60-х годов, начиная с теледебатов в Соединенных Штатах Америки. Этого никто не ожидал, и в этом смысле это не восстание машин, не восстание телекамеры в 60-е годы, а это просто геймченджер, когда нечто внешнее вторгается в вашу повседневность, в ваше общество и переворачивает его изнутри. Простейший пример, мне кажется, уже достаточно много про это говорилось, это печатный станок, конечно, который как бы развивался как некое коммерческое предприятие, книгопечатание было одной из первых индустрий внутри капитализма, и в итоге, по всей видимости, книгопечатание привело к реформации, в частности, по крайней мере, как один из ключевых факторов, и к созданию вестфальской системы, и к созданию того мира, в котором люди в последние пять веков живут, и другого мира уже не знают. Это не история про то, что печатный станок как бы, как сказать, восстал, да, и это не история о том, что кто-то заранее, какой-то рептилоид, знал, что будет, если пусть выпустить печатные книги, как новую модель обращения информации в человеческое общество. И, мне кажется, резонно относиться иногда к технике, как к чужаку, то есть который меняет правила общественной игры таким образом, что мы заранее не можем предсказать, что случится. Соглашусь, пожалуй. Кстати, еще должна сказать в завершение, я думаю, нашей, собственно, дискуссионной части, потому что нам надо дать возможность слушателям задать вопросы. Еще какие-то остались организаторы, или они уже разошлись по домам? У нас будет возможность спросить публику? Будет, очень хорошо. Так вот, значит, группа авторов выпустила книгу «Темные ангелы», нашей натуры, в которой опровергает Пинкера по целому ряду параметров. Я ее не видела, но обложку видела, но саму книгу не видела, не читала, не знаю, чего там, но хочу сообщить вам этот факт, как, во-первых, подтверждение статуса нашего автора, как одного из интеллектуальных лидеров нашего времени, его книги продолжают вызывать живой отклик. Если люди пишут опровержение, это очень хорошо, потому что это и есть общественная дискуссия, которая так характерна для эпохи просвещения, дорогой его сердцу. Это вот было время, когда на один памфлет выпускался другой памфлет, на что-то было контур что-то. Это, кстати, тоже вполне традиция религиозной полемики, когда там сначала ты пишешь что-нибудь там про сумму против язычников, а потом кто-нибудь что-нибудь пишет против тебя, потом кого-то из вас сожгли, кого-то не сожгли, кто, значит, победил в этой научной дискуссии. Но, как вы, верно, заметили, изобретение книгопечата не очень ускорило. Извините, у нас все то же самое, вот если на Шанинку посмотреть, у нас абсолютно так же строится сейчас научная дискуссия. А где контрпамфлет вообще? Контрпамфлет, ну, возможно, уголовный кодекс, возможно, что-то еще. Там ничего нового не написано. Ну, в рамках этой логики контрпамфлет — это вот это вот экспертиза, не экспертиза, в общем, какое-то заключение, которое говорит о том, что ваши там научные результаты неправильные научные результаты, поэтому вас надо видеть интересное повышение ставок в научные дискуссии, хотя не сказать, что бы особенно новое. Так что, видите, живая мысль человечества, она никогда не спит, все время ей что-то надо. И, возвращаясь все же к нашему дорогому автору, видите, на него продолжают писать и, так сказать, и подтверждения опровержений, и критики, и чего-то. И мы с вами в далекой заснеженной Москве, наоборот, в теплой солнечной Москве, сидим и об этом дискутируем. Видите, как прекрасна интеллектуальная жизнь в наше время. Примерно так же прекрасна, как она была при Ифаме Аквинском, но только, опять же, жгут немножко реже, и это хорошо. А теперь мы, наверное, на этой высокой ноте. Мы нашу, так сказать, дуэт наш временно прервем, да, и будем слушать, кто нас чего хочет спросить. Да, пожалуйста, задавайте вопросы, я поднесу микрофон. Да, добрый день, спасибо. Меня зовут Алексей. Вчера посмотрели прекрасный сериал «Чейр», всем рекомендую. «Чейр» с завкафедрой. Это какой-то сериал про американский университет, в котором политкорректность всех-всех съела, про филологов. Мне надо тоже посмотреть. Да, там политкорректность как бы не главная драма, там главная драма, что филологи не знают, как преподавать филологию, кому она нужна в целом, а политкорректность — это частный случай их проблемы, да. Но в целом я бы хотел вернуться… Господин учитель, мне бы ваши проблемы. Так. В целом я бы хотел вернуться к вопросу про авторитеты и про российских мудрецов и про Стивена Пинкера. Вопрос в том, что просвещение продолжается, это подразумевает создание каких-то институтов. У меня, я китаист, и у меня такое нервное отношение к иерархиям, я их очень люблю, но получается, благодаря этому сериалу и скандалам со Стивеном Пинкером, что любой авторитет может быть разрушен одним твитом, несмотря на заслуги, несмотря на научные звания, несмотря на геройские какие-то штуки, что в будущем, есть ли контр-авторитета в будущем, нужен ли он и будет ли он вообще. Потому что, ну вот, согласно сериалу «Профессор» — это было все. Прошло 30 лет, профессор убивается одним твитом. Что будет дальше? Ну вот как раз пример Пинкера показывает, что не убивается ничего. Какие-то ходили там на него срагатиной в Твиттере какие-то граждане, возмущенные тем, что он системный расизм в полиции не подтверждает статистические письмо коллективное писали, но писали, а он что-то в ответ писал. Ну вот, собственно, вон у него, опять же, очередная книжка вышла. Так что насчет кенселинга тоже поаккуратнее. Кто не умер, тот не за кенселинг. Пока мы живы, мы тоже можем писать в Твиттере, опять же, если мы не Дональд Трамп, но это уже перебор. Сами понимаете. Но вопрос, мне кажется, был не совсем об этом, а об иерархиях. И вопрос важный. Действительно, иерархии, в том числе академические, более не обеспечивают нам авторитета. Вот, смотрите, у меня диплом, поэтому вы должны меня слушать, как-то не покатит уже, а слушают в это время там какого-то рэпера. И мы, люди, с дипломами расстраиваемся по этому поводу. Или мы не расстраиваемся, или так и надо. Или раньше слушали бог знает кого, просто мы этого не видели, потому что это не было в Твиттере. Екатерина, очевидно же, что вы рэпер с дипломом. Собственно, вы собрали оба преимущества. Хорошо, тогда я не отвечаю на этот вопрос, тогда вы отвечаете. Вы тоже, между прочим, в своем роде немножко рэпер, так что нечего тут на меня пальцем-то показывать. Слушайте, ну я думаю, что очевидно, что с культурой что-то происходит, то есть тут никто не будет спорить. Очевидно, что она условно становится более демократической и более горизонтальной, если так упрощенно описывать. Мне кажется, я думаю, что лично я эти изменения приветствую, потому что, на мой взгляд, альтернативой вот этому распаду авторитетов является все-таки скорее казарма. Я не знаю, что там в Китае у вас происходило, вы сказали, что вы китаист, но я знаю, что в советском и постсоветском обществе это означает, что есть какой-нибудь тупой заведующий кафедры, и пока ты ему не понравишься, тебе ничего, тебе никакой жизни в академии не дадут. И на самом деле это, правда, не самая лучшая история про авторитет. Тем более, что люди вроде Пинкера, они могут процитировать какие-нибудь исследования, которые, например, посвящены тому, как сменяют друг друга самые популярные концепции в социальном знании. И выяснится, что концепции сменяют друг друга, когда ведущие профессора уходят на пенсию и оставляют после себя кафедру человеку, которому надо что-то еще сказать, что еще с этой кафедры не говорилось. В этом смысле мы сейчас живем в каком-то более динамичном и открытом мире. Поэтому, мне кажется, ну и, кстати, в вашем сериале изначально там действительно не была его карьера одним твитом разрушена, там сложная какая-то динамика дальше начинается. И просто мы живем в мире, где не только статусные люди имеют право говорить. Просто take it и как бы живите с этим. Причем некоторые, мне кажется, люди уже упомянутые сегодня в дискуссии, они живут в мире, где только они имеют право говорить по-прежнему. Для этого нужно интернетом не пользоваться. Если вам все в красной папочке приносят, то вы авторитет и вы ограждены от критики. И все, что вы говорите, кажется страшно умным, остроумным, все вам кивают и соглашаются, и никто не встанет и не скажет, что же вы несете-то, дорогой профессор. Это правда. На самом деле действительно проблема плохих слов, которые пишут люди друг друга в социальных сетях, в общем, мне представляется не такой разрушительной по сравнению с проблемой, которая тоже вытекает из нового положения вещей. А именно, люди живут очень долго и не хотят никуда со своих занятых позиций уходить. В мире низкого насилия сковернуть их оттуда затруднительно. Поэтому, слава богу, что еще хоть какие-то социальные сети у нас есть, иначе просто мы жили бы под властью старцев и старец разного пола, от которых вообще никуда не денешься. Но мне кажется, мы эффективно даже в российских условиях решаем эту проблему тем, что больше не надо бороться, вам скорее всего не надо бороться за то, что вы будете заведующим кафедры, хотя раньше это был и мой, и ваш единственный трек. Вы сами себе придумали кафедру. Пока опять же не прикрыли YouTube в России, там можно с этой кафедры витистовать, потом посмотрим. Но потом еще что-нибудь придумаем. Вы правы, действительно, освобождение от этих узких коридоров, по которым ты идешь или не идешь, продвигаешься или не продвигаешься, и действительно там стоит пробочка в виде какого-то товарища, подсидеть нас, потому что, да, кстати, приятно, спасибо вам за это, потому что вы можете придумать для себя какую-то свою собственную роль и в ней как бы добиться какого-то признания. Ура! Вот видите, мы тоже тут решили все-таки одобрить какой-то из лиц прогресса. Здравствуйте! Спасибо за дискуссию. Вопрос, касающийся цифровой тюрьмы, которую вы упомянули. Меня интересует вопрос, о забвении. Насколько я помню, у нас действует закон о забвении, то есть если кто-то что-то сделал плохое, ты можешь в судебном порядке признать, что ну, как бы почти ничего не было, все все забудем. Вот интересует ваше мнение вот в связи с вот этой вот цифровой тюрьмой и вот забвение, как вы к этому относитесь и какие-то вообще перспективы влечет, что вот как вы это оцениваете? Спасибо. Закон о забвении это не совсем то, о чем вы сказали. Это возможность для человека, которым распространяется ложная информация, добиться удаления этой информации из разных источников? Нет, не обязательно. Даже правдивая информация. Даже по европейскому закону. То есть типа снятые судимости? Да, снятые судимости. Если ты 20 лет назад, не знаю, задушил кошку и не хочешь, чтобы об этом знали твои коллеги сейчас, то ты можешь по закону, если ты как бы понес наказание, то Google в Евросоюзе может удалить эту информацию по твоему запросу. Вообще, в более широком смысле мы удивительным образом оказались в ситуации до книгопечатания, потому что мы пользуемся источниками, которые, во-первых, могут нести на себе отпечаток ошибки переписчика. Знаете, как с средневековыми текстами. Кто-то переписывал, написал, и дальше мы гадаем, что бы это могло обозначать. Это просто человек либо недослышал, либо недочитал. Так и тут. Если при сканировании какого-то текста что-то исказилось, то это будет бесконечно дуплицироваться и редуплицироваться в сети, и мы будем с этими искаженными текстами иметь дело. Это во-первых. А во-вторых, ситуация доктинга и печатания состоит, возвращение в ситуацию доктинга и печатания состоит в том, что мы имеем дело с ужасно хрупкими источниками. Попробуйте пройти по ссылке в каком-нибудь вашем старом там посте. Скорее всего, ее уже нет. Или потому, что это там была экстремистская организация, которая удалила свои источники. Или просто это было СМИ, которая закрылась, или это площадка, которая переехала, и ничего этого нет. То есть опять, как, понимаете, сгорела Александрийская библиотека, рассыпался пергамент. Ну, пергамент как раз прочный, папирус какой-нибудь. И сох, и все, и нету. Старые добрые книжки бумажные оказались гораздо прочнее. А в интернет это писанное вилами на воде, это вот этот рисунок из пылинок в воздухе. Кажется, что это всегда будет доступно. Какой смысл это сохранять или печатать? Это всегда под рукой. А вот его нету. Вот это вот, мне представляется странным и каким-то недосмысленным, вообще неосмысленным, по крайней мере, мною, пока еще состоянием реальности, когда с одной стороны вот вся информация на кончиках пальцев, с другой стороны она может быть а, искажена, б, просто уничтожена. Там, не знаю, мы идем в Википедию для того, чтобы осведомиться о чем-то, а там за это время, пока мы решили этим поинтересоваться, кто-то решил подредактировать эту статью, потому что, почему-то, по какой-то причине. Не обязательно плохой, может, там, опять же, хороший, но вот оно опять, это как у Борхеса книга песка. Если ты ее открыл на одной странице, ты больше эту страницу никогда не увидишь. Опять же, кто читал такой сновический рассказ, тот тоже, я думаю, не забудет этот образ. Вот интернет, это, конечно, книга песка. Мне кажется, у меня есть какая-то интуиция о том, что с законом о забвении вообще в целом что-то не так. Понятно, что в Российской Федерации его просто используют коррупционеры для того, чтобы скрывать свои темные дела, это единственная его функция. Да, там, коррупционеры, насильники и прочие, значит, люди, про которых общество вообще-то должно знать, чем они занимались, чтобы они не занимались этим снова. Вот, но проблема здесь вот в чем, что если вы удаляете какую-то информацию из публичных источников, это совершенно не означает, что эта информация исчезает вовсе. Какие-нибудь корпорации, люди, которые зарабатывают на банках данных, они вполне эту информацию могут хранить, и получается, что ваши коллеги и общество не знают чего-то о вас из Google, а вот какие-то третьи лица, не названные государственные или корпоративные, они как раз про вас это легко могут знать. Вот, и это, кажется, как раз хороший пример того, что наша логика доцифрового мира, она довольно плохо сочетается с теми условиями, в которых мы сейчас существуем. У меня, я очень, ну, как бы люблю интернет, и особенно, вот, когда-то мы все же сидели в живом журнале, да, и казалось, А вы там, по-моему, вас там звали, как честного человека, по фамилии, да? Или кто вы там были? Как вам сказать, когда против меня было уголовное дело за разглашение данных предварительного расследования, я сменил название своего живого журнала на честную фамилию, потому что в материалах уголовного дела я был под ником. Вот. Это, наверное, был один из ранних случаев использования профиля в соцсетях для цели уголовного обвинения. Да, 2008 год. Вы из пионеров, да. Да, я... Да, так вот, в общем, не знаю, и когда... когда был живой журнал, то казалось, что вот этот принцип о том, что интернет помнит все, он с нами навсегда, и мы как бы пришли в какую-то культуру, где мы вот такие, ну, как бы авторы, не то чтобы пишущие в вечность, но, по крайней мере, твой архив с тобой останется навсегда, и не нужно его собирать больше, да. И все думали о том, а что же будет, вот если бы у нас, ну, что бы, если бы во времена, в 19 веке, во времена Герцена был бы интернет, и как бы мы много всего знали, и как они по дням там переписывались друг с другом. Ну, в общем, классно. Вот. И я до сих пор в этой какой-то парадигме живу, и поэтому я, например, в своей жизни не сделал ни одной сториз, ни в одной социальной сети, потому что как бы сториз противоречит моему пониманию интернета. Потому что они исчезают? Потому что они исчезают. Еще и потому что я знаю человека, чей бизнес построен на том, что у него есть роботы, ну, алгоритмы, которые ползают по социальным сетям и собирают ваши сториз. Вот. На всякий случай, потому что ему могут, это может пригодиться. Вот. И как-то вот получается, что для тебя они исчезнут, а для парня, который зарабатывает на анализе информации публичной, они останутся. Да, слушайте, это поучительная на самом деле история. Интернет действительно, видимо, сохраняет все, и лучше предполагать, что все вами написанное, снятое, будет известно кому-то еще. Это что называется, надо держать в голове, это от многого вас предохранит, просто лишнего, чего-чего, может быть, вы потом пожалеете. Не потому что кто-то узнает, а просто совесть ваша вас укорит. Так вот лучше этого не делать. Добрый день. Вот мне кажется, вопрос как раз будет в тему продолжать предыдущий. Вот есть такой социолог Шошана Зубов, Кирилл Маркенов, вы точно знаете, потому что ее статья вышла в свежем номере журнала Н1, кажется, где и ваша статья есть, и она пишет очень такую драматичную рисует картину про надзорный капитализм и вот про бигдату, которая принадлежит корпорациям, ну и так далее. То есть у нее такая очень-очень печальная статья. И вот мне было бы интересно, как вот особенно вы, Екатерина, со своим оптимизмом таким. Это не оптимизм, я просто быстро говорю. Вообще слово оптимизм я уже боюсь слышать. Вообще-то, Екатерина, когда вот все, ну кто-то люди ждали этой дискуссии, они говорили, Кирилл, ну вы, наверное, будете ну как бы злым полицейским, да? Ну да. То есть вы типа будете за Талиба и за Черного Лебедя, а я за Пинкера, Белого нашего Лебедя. В общем, если вы как-то это прокомментируете, Кирилл, может, вы начнете? Ну в смысле, мне интересно. Слушайте, нам просто трудно, мы статью не читали. Я не читала, потому что не читала, а Кирилл, потому что автор читает только свои статьи в любых сборниках. Должна вам это сказать заранее. А других не читает. Нет, я знаю про эту книгу, да. Это в Union Magazine, кажется, вышло, не в N1, это новый проект нашего друга Валерия Анашвили. Который неутомимый, вот уж кто просветитель и издатель, вообще великий человек. Да, подтверждаю. Зубов интересный человек. Она профессор Гарвардской школы труда, и все, что я про нее знаю, указывает на то, что она скорее единомышленница Пинкера изначально, человек достаточно центристских или даже правых взглядов. То есть в том, что она там марксистка, левак и так далее, сторонница критической теории, ее довольно трудно обвинить. Она в 90-е или в конце 80-х годов, Шушанна Зубов ее зовут, вот она такого явно центральноевропейского происхождения, она написала классическую книгу по теории труда, по менеджменту, получила свою профессорскую должность и, по-моему, больших книг с тех пор практически не писала. И вот два года назад разразилась книгой, которая называется «Надзорный капитализм». «Surveillance capitalism». По-моему, ее кто-то пытался переводить на русский язык, может быть, тут издатели есть, в аудитории им лучше знать, как рынок сейчас устроен. А? А мы в Америке нашли ее издат. Да, вероятнее всего, да, но, наверное, это не конкурент в данном случае Альпины, а скорее партнер, друг. Надеюсь на это. Поэтому мы можем на мероприятиях Альпины нонфикшн упоминать такие вещи. Мы не связаны рекламными контрактами, мы можем упоминать кого угодно. Да, да, да. Но, значит, вот. И тезис Зубов внезапно очень алармистский и очень звучит, как будто, если не знать, какого она происхождения, то как будто она какой-то такой, ну, что-то вроде смеси Жижика, Марка Фишера и Евгения Морозова. Есть такой автор, который в России тоже переведен немного, критик интернета современного. Вот. Ее тезис заключается в том, что новый фронтир капитализма, новый рынок капитализма, это цифровизация человеческого опыта. Капитализм научился зарабатывать на то, как вы сидите на стуле, на какие мероприятия вы ходите, сколько вы пьете кофе в день, какие книги вы читаете по страницам, да, буквально по буквам. Капитализм научился дробить каждый акт человеческой жизни, начиная от рождения, там, через секс и сон и все что угодно еще, и зарабатывать, анализировать это как статистический, отправлять это в статистический массив и превращать в источник для своего заработка. Вот. И поскольку это очень, ну, богатый, сложный процесс, на нем зарабатывает Google, в первую очередь, во вторую очередь, Facebook, то потенциально, с точки зрения, с точки зрения зубов, во-первых, этот процесс уже нельзя остановить и повернуть как-то вспять, во-вторых, здесь возникает огромное количество всяких вариантов для политических манипуляций. Если вы заработали очень много денег, проанализировав весь человеческий опыт, то вы довольно много всего знаете про социальную инженерию, и эта социальная инженерия становится гораздо более дешевой и приятной задачей, чем когда бы то ни было. Александр Раузан, я люблю на это его рассуждение ссылаться, он говорил, что когда границы открылись, экономист, наш известный декан экономического факультета МГУ, они с коллегой поехали в бывший ГДР, где сразу открыли архивы штази, чтобы посмотреть, как это было устроено с экономической точки зрения. Для того, чтобы следить за одним диссидентом в ГДР в середине 80-х годов, штази нанимало семь людей на фулл-тайм. Точнее, они должны были быть в штазе. Сколько нужно агентов в штазе, чтобы вкрутить лампочку? Да. И понятно, что сейчас для того, чтобы осуществлять слежку, будь то в интересах корпорации или в интересах государства, нужно гораздо меньше ресурсов. И это только самый очевидный пример. Есть миллионы примеров того, как человеческий опыт, то, что нам дорого, то, что мы любим, то, что мы ненавидим, можно превращать в маркетинговую платформу, будь то для политических идеологий, социальных рейтингов, как в Китае, или каких-то чисто коммерческих предприятий. И Зубов говорит, что мы в эту культуру влились, не особенно подумав, что это для нас значит. Для меня это как раз пример того, как чужеродная для человеческой культуры техника входит в культуру, разрывает ее ткань изнутри, и люди только задним числом начинают пытаться осмыслить, что же здесь произошло. Когда Зубов написала свою 500-страничную книгу или 600-страничную, она, конечно, себя видела немного в роли Карла Маркса, очевидно, которая пишет как бы новый капитал для цифровизации. Поэтому, конечно, самая болезненная тема, мне кажется, в России, это союз российской политической элиты, назовем это так, и цифровых платформ. Это довольно тревожная вещь. Вот, собственно, в конце этого рассуждения вы пришли к тому, что может тревожить, потому что, смотрите, давайте с другой стороны зайдем. Хорошо, за нами наблюдают корпорации, которые хотят нам что-то продать. Там капитализм зарабатывает или корпорации зарабатывают на том, что вы читаете, смотрите, что вы любите, звучит зловеще. Но что это значит практически? Вам предлагают контекстную рекламу, вам пытаются продать что-то, что, как думает система, вам нужно. Что в этом дурного? Если я не буду смотреть рекламу памперсов, которые мне уже не актуальны, а памперсы для взрослых еще не актуальны, вместо этого мне подсунут чего-то, что, может, я действительно куплю. Что же плохого-то в этом? Пугает-то не это, не то, что кто-то на вас зарабатывает. Ради бога, мы все друг на друге зарабатываем. Или пытаемся, по крайней мере. Пугает, что можно сделать с этой информацией, если иметь власть, власть прежде всего политическую. В этом смысле государство, конечно, страшнее корпорации. Корпорация может надоедать вам, опять же, контекстной рекламой или хорошо подсовывать вам в ленту что-то, что вас бесит, для того, чтобы вы писали злобные комментарии. Это нехорошо. Но это не лишает вас свободы, имущества и жизни. А государство может это сделать. Государство обладает монополией на насилие. Вот мы опять, так сказать, в финале нашего разговора пришли к тому, с чего начали или должны были начать. С проблемы насилия. Нам в России страшновато про все это слушать, потому что система, которая собирает о вас информацию, во-первых, она за вас проголосует и скажет, что это вы были. Или как это называлось в нашем детстве, голову оторвут и скажет, что так и было. Вот скажет, что так и было. А во-вторых, оно увидит, что вы там ходили на митинг или были на станции метро в то время, как рядом был митинг, и вам прилетит штраф, или к вам придут с обыском, или к вашему ребенку будут приставать. В ВУЗе то, что он неправильно себя ведет. То есть опять, эти методы насилия старые добрые, в них нет ничего особенно цифрового, ничего особенно гибридного. Это обычные государственные палки, которыми государство от века людей, значит, так или иначе колотило. То есть вот эта проблема, опять же, политическая проблема. Что в ней такого, так сказать, что тут новаторского? Почему это что-то, что является геймченджером и атомным оружием? Я попробую ответить, хотя это тяжелый вопрос, тяжелая формулировка просто требуется. Конечно, если выбирать между Гуглом и Следственным комитетом, то, как вы догадаетесь, если мы проголосуем сейчас, то Гугл победит, я думаю, с большим отрывом. Может быть, найдутся патриоты, которые скажут, нет, мы хотим иметь дело со Следственным комитетом, но в целом нет. И поэтому рассуждение о том, что цифровизация в руках государства это более опасная вещь, звучит тоже поводоподобно, особенно в такой стране, как Россия или в такой стране, как Китай. Но мне кажется, что тезис Зубов, он не только в этом, и его труднее сформулировать. Дело не в том, что корпорации научатся еще точнее таргетировать на нас памперсы, или там не памперсы, а то, что нам нужно. Когда я в Фейсбуке 10 лет назад получил контекстную рекламу о том, что путешествуй по тропе Витгенштейна в Исландии, я понял, что да, что контекстная реклама чего-то может, и, наверное, надо это в каком-то смысле слова даже ценить. Полезная реклама, правда, я не поехал, но было приятно. Хотя вот ВКонтакте мне сейчас приходят странные соцсети, там мне приходят контекстные рекламы, что типа это Гена, ему 33, он ничего не добился. И там выход для Гена такой, стань айтишником, пока не поздно. А мне в Фейсбук пишет, найдите, наконец, работу, которая вам подходит. Вот-вот, да. Это очень, как раз, просто он вас не таргетирует как Гену, а я получаю именно такое персонализированное сообщение. В общем, я попробую сформулировать, тяжело дастся. Дело не в том, что корпорации больше про нас знают и лучше нам продают товары. Дело в том, что наши повседневности, даже наши тела и вообще все человеческие практики превращаются постепенно просто в большую статистическую модель, которую можно не только изучать в маркетинговых целях, но которая принципиально перестраивается как… Ну, то есть, понимаете, вот, ну, скажем, вот эти цифровые вещи, они позволяют, это уже давно это все описано, там, например, когда дождливая погода, современные логистики, современная система логистики, продовольственная, она в супермаркеты автоматически отправляет больше клубники. Никто не знает, почему люди хотят больше клубники, когда дождливая погода, хотя могут быть какие-то гипотезы, но это статистическая закономерность и корреляция. Представьте себе примерно триллионы таких корреляций, когда все в нашей жизни является статистической маркетинговой моделью. И вы поймете, что это просто другое, это не более точная продажа товаров или услуг, это, в принципе, другая модель общества, которая, где вместо человека, как индивида, как гражданина и как такого политического субъекта, стоит набор статистических закономерностей и данных, которые гораздо более открыты, прозрачны и удобны для любых манипуляций. И я под манипуляциями не имею в виду рептилоидов, я имею в виду всего лишь корпорации, которые просто хотят еще больше денег. Хорошо, давайте напугаем все-таки людей. Вот вы не имеете в виду рептилоидов, но вы имеете в виду кого-то, кто манипулирует. Ну, например, как? Ну, хорошо, давайте я предположу. Значит, вам начинают, вам, миллионам жителей Земли, начинают целенаправленно подсовывать некую информацию, которая вас пугает, вводит вас в состояние паники, тревоги и побуждает вас действовать определенным образом. В некотором роде это модель там, вот если мы верим в каких-нибудь синих китов, то это модель синих китов. Дальше вас подводит к тому, что вы прыгали с крыши. Или на, так сказать, больших масштабах вам рассказывают про некую новую очень опасную болезнь, для того, чтобы не умереть, от которой вы должны делать то-то, то-то и то-то. И весь мир становится на уши. А потом выясняется, что за этим там стояла какая-то горстка людей, которые хотели заработать на масках или на вакцинах или на чем-то. Хотя, как с рассуждениями о людях, которые зарабатывают на войне, потом выясняется, что все теряют, зарабатывающих тоже придавило разбомбленным домом, и ничего они не заработали. Я не это имею в виду. Я имею в виду сценарий, но вот тут тяжело приводить примеры, потому что мы с этим пока в явном виде не сталкиваемся. Условно говоря, я имею в виду сценарий, когда еще, когда в отношении еще нерожденных детей каких-нибудь или там совсем каких-нибудь грудных младенцев, мы, наши алгоритмы, примерно просчитывают, что им можно будет продать через 15 лет, какую музыку они будут слушать, какую одежду они будут носить и что они будут любить. То есть это скорее вот эта вот история... Это как-то оскорбляет ваше достоинство человеческое такая предсказуемость? Это как бы очень сильно ослабляет идею субъектности человеческой в целом. И тем самым меняет наше представление о личности, а это вы считаете, если не плохо, то хотя бы непонятно и опасно. Вот послушайте, вот есть человек и очень уважаемый ученый, есть Василий Ключарев, наш коллега в высшей школе экономики, у которого есть лаборатория, которая занимается нейрофизиологией, в целом, в общем нейроэкономикой на самом деле. Нейроэкономик это идея о том, что в принципе про потребителя можно знать, чего он хочет до того момента, когда потребитель сам об этом узнает. Потому что мозг в принципе это физическая система, если мы хорошо ее изучим, то мы научимся продавать людям то, чего вы еще не знаете, что вы уже хотите. И понятно, что это прекрасный мир, когда вы идете по улице и вам контекстная реклама показывает то, о чем вы еще не успели подумать, и вы говорите, вот это кайф, вот это то, что я собственно говоря хочу. И в этой ситуации очень тяжело будет защищать в подобных контекстах, очень тяжело будет защищать, когда все как бы разложено как алгоритм и как статистическая модель, наши стандартные политические ценности. Очень тяжело будет говорить про демократию, очень тяжело будет говорить про политический любой другой выбор, очень тяжело будет говорить, что там скажем какие-то очень возвышенные вещи в нашей жизни, вроде романтической любви, это не алгоритм, который в Тиндере 2.0 нам дал идеального партнера, подходящего на этот вечер или на ближайшие пять лет, по данным алгоритмов. А что вообще есть хоть что-то человеческое, что делает нас людьми в том старом смысле слова, который мы сейчас теряем. Вот опять же сразу видно философа. Я понимаю вашу мысль, я надеюсь, что я ее поняла. Я бы тут ставила на свободу воли, как неотъемлемое свойство личности человеческой, особенно этой нашей запрограммированности бы не опасалась. Но и также я бы напомнила о том, что человек традиционного общества, человек религиозного сознания вот ровно так всю жизнь и существовал. Он был запрограммирован, его представления о пороке и добродетеле, не только о его земной жизни, но о его жизни загробной, управлялись определенной организацией, иерархически структурированной церковью. Ему приписывались определенные ритуалы, которые он должен был выполнять, над ним совершались определенные ритуалы. Так вот он и жил. И в общем как-то ничего. Всем нравилось. Но до той поры пока не перестало нравиться. Я бы, будучи опять же политологом, а не философом, свела бы высказанные здесь опасения к другому, к боязни неадекватной власти малой группы. То есть мы боимся, что будет кто-то, какой-то человек или набор людей, который будет знать о нас больше, чем мы сами, и тем самым сможет управлять нашим поведением. То есть мы боимся разрушения той несовершенной, но хотя бы смутно операбельной демократии, которая у нас есть. Но у нас нету и такой, но у кого-то есть. Мы слышали, что в других местах это практикуется. То есть вот это может пугать, и опять же, меня как кандидат политических наук вполне способна напугать. То есть, может быть, эта управляемость преувеличена. Вообще все попытки, даже самые продвинутые, предсказать, как люди будут голосовать, они раз за разом, в том числе и в развитых демократиях, разбиваются о том, что там социальные группы меняются, и человек не всегда соответствует своей социальной группе, как голосующий. Вроде как он относится к подгруппе, там, опять же, бюджетники, женщины старше 55, живет в таком-то районе, носит пуховик, должен голосовать за Единой Россию. А он-то дышь, берет, да и голосует за кого-нибудь другого. Потому что, что шлея подход попала, потому что, на самом деле, выбор объясняется, с кем другим причинами, о которых алгоритмы не знают. Так что, опять же, я тут за свободу воли. Вполне, но сама идея о том, что вот этот банк данных огромный будет существовать и будет кому-то доступен, вы верно сказали, что вымаров это из общедоступного интернета, из электрического интернета, как нынче принято выражаться, вы это совершенно не заберете у тех людей, которые хотят за это заплатить. У них-то это как раз будет, и тем опаснее будет эта информация. И мы тут тоже опять возвращаемся во времена этого Агюста Чарльза Милдертона из Конан Дойля, который мог шантажировать людей, членов общества какой-нибудь там записочкой небольшой. Вот эта вот власть немногих, антидемократическая власть, недемократическая по своей природе, да, способна напугать. Мне кажется, мы с вами наш предполагаемый, так сказать, турнир оптимистов хорошо завершаем на вот этой вот страшной ноте, а сейчас, дорогие слушатели, мы расскажем вам страшную, пристрашную антиутопию. Слово оптимизм, опять же, предлагаем временно запретить, потому что он ни о чем. Каждый слышит свое. Одному один сценарий кажется оптимистичным, другому кажется чудовищным. И опять же, те люди, которые говорят в быстром темпе, производят впечатление людей, сообщающих лично вам какую-то очень хорошую новость. Хотя на самом деле, если вы вдумаетесь, ничего хорошего вам не сказали. Но это вы поймете только потом. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok